Сейчас мы поднимаемся к удивительному месту дороги, даже можно сказать полосе сделанной при помощи дыр в породе на склоне горы и идем непосредственно по навигатору здесь пока еще результат неизвестен и нам навигатор говорит что это наш объект имеет протяженность порядка полутора километров и уходит где-то на высоту на небольшую высоту метров 200-300 выше чем мы находимся сейчас мы стоим пока у самого начала этой полосы этой дороги и часть ее как бы уходит спускается во враг и и очень хорошо видно что ямы которые здесь они не выкопаны они сделаны в виде таких небольших колодцев как вот нам тут показалось как бы это заготовки под могилы но не факт что это могилы это просто так как здесь нет никаких останков скорее всего это просто делалось намеренно именно отверстие в земле причем количество отверстий строго ограничено в поперечнике дороги я не помню сколько их там точно по моему штук 10 или 8 вот мы сейчас идем вдоль этой полосы с отверстиями сейчас она идет земле участок который был внизу он отстроен в виде таких колодцев ям из камней здесь просто вот отверстия в земле расположены каким-то вот пока не очень понятным порядком несколько рядов идут прямо друг за другом как бы а потом как бы в шах на шахматном порядке начинается еще один ряд причем через какой-то вот промежуток на земле это тоже своего рода геоглиф только такой своеобразный аналога в котором почему-то нет нигде немного смахивает на то что мы видели на вершине горы близ Санхенью но здесь масштабы совершенно другие хорошо видно что это полоса дорога из отверстий ям проходит по врагам по таким вот небольшим хребтам и и далее вот она оканчивается в практически вот в центре кадра там еще справа виден квадрат тоже из таких же ям как бы отдельно сделанный и когда идешь здесь тоже автоматически задумываешься зачем сделано такое гигантское количество работы прорыты ямы выложены такие вот как бы круглые могилы могилы ямы не знаю как назвать на протяжении почти полутора километров версия приходила то что это какие-то заготовки под деревья вот какую-то такую грандиозную аллею возможно может быть при инках это было сделано но судя по тому как это полоса проходит по таким по такому рельефу никакие деревья тут конечно не выдерживает критике рост каких-то растений здесь исключен совершенно непонятно кто это сделал за и для чего это сделано видно как этой дорога уходит вниз по врагам и по этим небольшим хребтом она проходит перед нами и далее она уходит по каким-то совершенно сумасшедшим склонам наверх немного наверх вот видно вот эти вот эти темные пятна это продолжение дороги и в этом месте она как бы упирается вот в это небольшое уровень ущелье сейчас мы с вами находимся недалеко от города писка порядка в 30 километрах от побережья тихого океана здесь долина очень напоминающая долину рядом с плато наска до самого города нас к здесь по прямой около 160 километров и вот с нашей точки замечательно видно все это загадочное удивительное сооружение как я уже говорил длина его порядка полутора километров ширина колеблется от 15 до 20 метров и количество отверстий количество этих углублений в поперечнике от 6 до 9 всего же этих углублений насчитывается порядка 7 тысяч первое упоминание об этом сооружении было сделано в 30-х годах прошлого века сама полоса находится далеко от туристических маршрутов археологические работы здесь практически не ведутся и не велись и как мы можем видеть это достаточно уединенное место здесь никого нет очень хорошо видно что полоса строилась в виде блоков то есть как бы каждый блок отделяется от другого каким-то небольшим промежутком и иногда это бывает граница из камней в верхней части полоса начинается или заканчивается здесь трудно как-то об этом судить в ущелье и имеет большие промежутки чем на всем ее протяжении даже вот часть полосы как бы вынесена за пределы ее можно отсюда очень хорошо рассмотреть в нижней части полоса упирается в долину здесь она разрушена современной дорогой и здесь же находятся две большие ямы отделанные камнем с человеческими останками вполне возможно они не имеют отношения к этому сооружению и сделаны уже в более позднее время уже в инской или возможно даже в испанской изредка попадаются куски керамики сделанные без гончарного круга что говорит о доиспанском происхождении этого сооружения вполне возможно что оно сделано во времена культуры паракас которая процветала здесь на рубеже эпох существует несколько версий о том что из себя представляет это сооружение например это говорят что это ямы для сбора и для фильтрации воды вот совсем недавно американские археологи предложили такую версию они нашли здесь куски инской керамики и предложили что семьи которые здесь выращивали урожай делали привал распределяли свой урожай по этим ямам и отдавали какую-то часть государству есть еще версия то что это места для хранилища гуано птичево помета удобрения есть экзотические версии то что это произведение искусств такой некий древний перформанс или даже что это какой-то шифр где зашифровано какое-то послание от древних цивилизаций вот мы например предложили что это какая-то заготовка под гигантскую лесополосу вообще очень похоже на следы огромной многоножки которая сползала с вершины горы и вот древние вот решили увековечить это замечательное событие таким образом но тем не менее назначение и авторство этого сооружения остается неизвестным и его можно записать в одну из неразгаданных тайн перуанского побережья а а Субтитры создавал DimaTorzok